Так, я нацист. Бей жидов! Осуждаю. Сейчас я буду осуждать. Далее, переходим к следующему видео. О, а вот и дебаты. Видео называется «Маргинал жестко пояснил Ежи», кто здесь правый. Смотрим. Так. Сделать из маргинала-провока. Так, один раз сделаю из маргинала. Как же в Дедрец? Это школьная орфография. Финал провока. Возможно, стоит еще раз. Да, но, понимаешь, если я начну снова общаться с Магиналом, то мне предъявится то, что я общаюсь с человеком, который финансировал нехорошие организации и так далее. Нет, это богом выйдет. Вот и все. Остался я леваком на всю жизнь таким образом. Финал-то я, может быть, и дубер. Есть такое, да. Да нет, на самом деле он может быть самым разочаруется в заукраинстве и левачестве. Все пройдет. И это тоже пройдет. Тренирую второй раз. То есть, как бы... То есть, Дугин левый, Тесака убили, а Сармат боится сесть, все, больше некому сделать меня провоком. И он станет, как бы, на... Если так, на правильную лыжню. Но темне-то это боком выйдет, понимаешь? Потому что каждый раз, когда ты хочешь что-то хорошее кому-то сделать, как бы ты это хорошее делаешь, и всем в итоге... Кроме тебя самого. Потому что тебя потом все начинают ненавидеть в итоге. Как же это всрато выглядит, когда, значит, школьник-хайлайтер, он, блядь, вырезал все матерные слова. Вроде охуенно и так далее. Я не знаю, на что он рассчитывает, блядь, на какую-то монетизацию, блядь, охуительную. Или еще что-то. Типа, зачем матерные слова-то вырезать? Что за пиздец? Поэтому нет, я лучше... Как говорится, инициатива бакрячет инициатор. Так, ВРДК тоже леваки? Ты к чему? Ну, с точки зрения Сармата, конечно, леваки. Ну да, они национал-социалисты. То есть у них буквально там в каком-то манифесте было написано, что люди внутри расы, а не одинаковые. Вол, Сармата, он живет в РФ, на что он сесть боится? А ты как... Нет, на Луне он живет, чем? Я же хочу, чтобы ты тренировал тебя... Ну, я периодически бываю в РФ, действительно. В идеологии СИПа? Ну, очевидно, что с точки зрения этих людей, если ты против РФ, то ты левый. Изначальная идеология СИПа – это национал-демократия. Национал-демократы, с моей точки зрения, тоже левые, те, кто в курсе. Вот как бы и все. Буквально. Вот. А по поводу там типа ты за РФ или за Украину и так далее, это вопрос не того, за РФ ты или за Украину, это вопрос в том, через что ты это рационализируешь. То есть почему ты за РФ или за Украину? То есть как ты это объясняешь? Сейчас и у Вострикова такая позиция, хотя он перед этим был антипутинцем, навальнистом, лизистом, но сейчас мне в личку срет, что я как бы стал леваком, потому что я за Украину. Тут такая же позиция. Возможно, Востриков его просто троллят. Позиция у Сармата, такая же позиция магазина ковровов. То есть с этой точки зрения, если ты не за РФ, ты левый, все. Нет, опять-таки он сознательно примитивизирует как бы позицию заочных оппонентов. Потому что вопрос-то на самом деле не в том, за Украину ты или за РФ, вопрос в том, через что ты рационализируешь. То, почему ты за Украину или за РФ. Может, закажешь у Сармата курс по личностному росту, он себя провокает, да. Розея, 3 доллара. Хочу, чтобы Стаса как просто пидулом автомата ДРГ в плевну, но спину его у рта... Осуждаю, там какая-то хейтспич сейчас пошел. Топив за Украину. Какие-то рессентименты опять. И раздается, она ведь краше, ниже просто его... Он просто захотелось поделытость. Дякую за увагу. Окей, зачем тебе Стаса как просто топишься за Украину? Да, действительно. По-моему, то, что Стаса как просто топит за Россию, это самая большая петринка, которую он только мог бы обеспечить Украине. Есть такое, да. Но сприлюсть ради, Стасасян, он не за Россию, он за СССР, за социализм. Я не уверен, что Стасасян хотя бы что-то знает про историческую Россию, которая была до 17-го года. Скорее всего, он думает, что там были как бы лапти и говно, а вот после 17-го там наступил свет, индустриализация и ракеты полетели. То есть, если в двух словах, то наверняка вот это его взгляды. Камон. Ну и вообще, вот эти рессентиментарные фантазии у себя питать в голове, это, ну, такое... Согласен, да. То есть, буквально малорос задонатил с текстом, что он хотел бы, чтобы Стассян топил за Украину. Нафига им это нужно? Не знаю, может быть, этот троллинг был. Надо в себе такое изживать. Надо просто, что я... То есть, ты либо... Ну, я боюсь, что многие люди, они не могут это никак в себе изжить, потому что это буквально ядро, как бы концептуальное ядро их личности, их идентичности. Такого рода сентиментарной фантазии. Поэтому, если сказать им, что это нужно изживать, они даже не поймут, что именно ты имеешь в виду. Типа, как это можно изжить? Если это неотъемлемая часть, как бы, субъекта. А в реальном... Его природы. Вот в реальной жизни бери и заставляй людей топить. За то, за что ты хочешь. Либо просто не задумывайся над этим. Работай над собой. Либо делай, либо... Это даже не воображение. Ну и то, что человек не может дома у себя убрать элементарно. То есть, у него то, что его там выселяют из Орегона в Калифорнию назад, потому что он там уже выселили, блядь, засрал просто, значит, домик себе от пола до потолка, просто хламом каким-то. Вот, что у него там мусор, как бы по колено, в доме и по пояс. Постепенно этот уровень. Мусор до колена танцует макарена. Ешь реально за ИРФ или это рофл? Это не рофл. Подписываемся? Да, безусловно. То есть, я же у меня каждый стрим, они как ужмелья, то есть буквально, то есть все. Ставим лайки. Жмем на колокольчик. То есть, это что угодно, но это не... РФ, Путин, как бы вперед. Дыхает. Рофл, да, то есть ты можешь утопить за версию, что ешь за ИРФ, просто потому что не хочет сесть на бутылку, блять еще что-то там вроде. Да, окей. Но то, что это рофл, кринч, никакой не рофл абсолютно. Да, я искренне всегда говорю, что Владимир Владимирович Путин это сенсеподобный лидер, который ведет Россию от победы к победе. То есть, это не может быть рофлом по определению, просто я согласен. Ну и разбираться в нюансах, кто там, почему конкретно за ИРФ, нет смысла. Чувак за ИРФ, шо. Да. Остальное никого. Очень люблю ИРФ, поебать. Ничего не могу с собой поделать. А он не должно. Стас реально заверает. Так, ебал. Нет, Стасян за социализм. Хотя Стасян, скорее всего, не понимаю, что это такое. Спасибо огромное. Да блин, Марго, надо просто баттись. Ему просто на эстетическом каком-то уровне нравится совок просто. Найти нормальную доярочку молочную, чтобы ему готовило ебало. А вот после определенного возраста кто жил ебало? Да, к смерти от, значит, одну мы поставили. Так, я тоже до Тяночки был поехавшим проваком инсулом, сейчас не постер. Да, Транс Тяночка. Да, похуй. Ну да, в тебя. До того, как фею полюбил. Да, и будет нормально. Так, Марго начал такую же терапию бабой. Слушай, а правда, что если человек не может поменять пододеяльник отследить в своих каких-то умственных неполноценных симптомах? Блядь, подождите, пододеяльник это... Что такое пододеяльник? Пододеяльник? О, ответьте. Человек вырос в постсовке не знает, что такое пододеяльник. Это хуйня, в которую одеяло засовываешь, да? Я просто даже в душе не ебу, что это такое. И тебе белые люди выдумали постельное белье, как бы, но оригинал даже не знает, что это такое. Это постельное белье, а ты даже не знаешь его имен. Как бы... Я просто тупо одеялом, блядь, накрываюсь, а потом... Вот так вот, видите, видите? Варвар. Когда надо стирать, я, блядь, одеяло прямо и стираю, да? То есть я не пользуюсь этой секундой. Уверяю, окей. Но я им говорил... Пишут пододеяльник. Ну, это же пододеяльник, блядь. Так если пододеяльник, это вот та хуйня, которую я... Блядь, он буквально не знает, что такое пододеяльник, понимаете? Вот в ходе... В ходе обсуждения того, кто на самом деле правый, а кто нет, выяснилось, что маргинал буквально не знает, что такое пододеяльник. Ну, слушайте. А наволочка, например? Я не знаю. Простынка. Кровать. Писал? Содержать помещение в чистоте. Это же тогда не пододеяльник, а вокруг одеяльник, блядь. То есть это там... У него сверху дырка, и ты в эту дырку засовываешь, блядь, одеяло нахуй. Как бы... Ты подожжёшь в Америке, блядь. Ну да, но опять-таки, слово под в русском языке, оно не обязательно означает, что что-то находится под чем-то, да, внизу. Оно означает, что что-то подходит к чему-то. То есть это под это. Это означает, что одно к чему-то другому подходит. Поэтому пододеяльник. То есть пододеяльник не потому, что он снизу от одеяла находится, а потому что пододеяльник подходит к одеялу. Да, там было найди себе негритянку, блядь. Хайлайтер запикал слово негритянка, блядь. Чтобы монетизацию отключили, или хуй знает, что он боится, блядь. Убирается в квартире там готовит вкусно там, не знаю, и так далее. Но он видит раз в реализме. Соку, сбоку на сраку, 3 доллара. Гойчиком своим ты меня назови, а потом обними, а потом объеби, а маленькие кукичи смеются и-и-и-и. Ни на что не вносить. Охуительный донат. А держи просто так. Спасибо за 3 доллара. Сам себе подсирает человек, понимаете. Спасибо большое за донат. Шлепа 100 рублей, спасибо. Маргинал всегда был левым, что пиздец, говно товарища Сталина из головы просто так не выветришь. Бля, я хотя бы попытался, ребята, вы даже не пытались. Так, Маргинал озвучиваю. Есть такое. Какой-то номинально правый тезис «Расовый реализм хуйня, а сколько?» На самом деле, там тот же самый сталинизм у хроничных средних подростков. Не, ну, насчет того, что «Расовый реализм хуйня», я бы, может быть, даже поспорил, потому что... Да, да, охуенно. Вот обратите внимание, кстати, на этот момент. Я говорю, что насчет того, что «Расовый реализм хуйня», я бы поспорил. То есть, я не согласен, ну, как бы, я не противопоставляю свои взгляды «Расовому реализму», я с этим не согласен. Сейчас, внимание, чекните реакцию Маргинала, блядь. «Расовый реализм» не существует, вы безусловите. Охуенно. То есть, он буквально, блядь, не слушает то, что в ролике происходит. То есть, я говорю, что «Расовый реализм не хуйня», в итоге, блядь, комментарий Маргинала, «Рас не существует», блядь. Охуенно просто. Вот и поговорили, да. Словно, все правы. Да-да, просто охуенно. Но самое охуенно здесь, что он буквально, блядь, не услышал то, что в ролике был сказан. Блядь, я ржу над этим. Охуенно, блядь, зависит от того, что конкретно ты понимаешь под «Расовым реализмом». Вот. То есть, я говорю, что «Расовый реализм не хуйня», зависит от того, что ты понимаешь конкретно под «Расовым реализмом». Блядь, комментарий Маргинала, «Рас не существует», как бы, «Ахуенно». Охуенно. Он вообще слушает, блядь, что вы его заказываете в видео или нет. Или он просто рандомную ходилю говорит. Ну, в целом, да, в целом, есть такое. Спасибо большое, что стало. Так. Просто пиздец, то есть это... Да, действительно пиздец. Что за дьявольская ментальная эквилибристика свойственна, в принципе, этим людям. Да, этим людям отрицающим расы. То есть, блядь, «Расовый реализм» это левачество. Блядь, блядь, я буквально в ролике сказал, что, как бы, то, что донатер назвал «Расовый реализм хуйнёй», это весьма спорно. И... Блядь, он просто не услышал этого. Ну, видимо, что... То есть, как будто бы я сказал, что «Расовый реализм» это левачество. Блядь, вот зачем, зачем он это делает? С точки зрения правых, «Расы не существуют». Охуеть, да, это именно то, что я, блядь, сказал. Да, безусловно, отвечая на донат. Это буквально вот именно то, что я сказал. Я сказал «Расовый реализм хуйня, раз не существует. Расовый реализм левачество». Это, блядь, буквально то, что я сказал. Ну, очевидно. Если ты считаешь, что «Расы существуют», ты, блядь, левак и свидетельник. А почему? Охуеть. Маргинал начинает спорить с голосами в своей голове, блядь, это полный пиздец, блядь. Я согласен, это полный пиздец, действительно. Когда человек не услышал то, что в ролике было сказано, начинает спорить, блядь, с голосами в своей голове. Это реально пиздец. Чё ещё скажете? Что ещё, блядь, охуительные россиянские провоки будут вот завтра чё будут? Да, охуеть. Свободный рынок, блядь, это левачество, нахуй. Ну, кстати, у Маргинала у самого на стриме был тейк развернутый о том, что свободный рынок это левачество, блядь. У него видео было на эту тему, блядь. Что свободный рынок и капиталист в леваче придумали. Я куизна. Да, действительно смешно, я согласен. Дальше будет, блядь, что аристократия и левачество, блядь. Очень, один доллар. Вот некоторые думают, ломают головы, а чё езжи за Ирэп, а не за Украину, а ответ на поверхности. Вы только сопоставьте количество азиаток в Ирэп и Украине. Есть такое, да. Это база. Украине, вот и ответ в курсе корпус. Если не сосёшь жопу гобне, то левый хули не ясно. Ну, походу. Вот ты ругаешься на ротацию аудио. Да. Гобня, дай жопу пососать. Ну, там занято, там уже Панасенков присосался, как бы. Его не оторвать оттуда, понимаете. Мы, короче, с магазином ковров роскошной, мы Панасенкова пытаемся оторвать от жопы гобни, короче. Я за одну ногу тяну Панасенкова, Панасенкова он за вторую, но не получается никак. Он слишком плотно присосался. Аудитория, ну это твоя старая аудитория, это и есть те человеки. Не, ну про расовый реализм, это реально фейл, как бы. То есть, донатер говорит, типа, вот хуй, как бы, расовый реализм, проще хуйня. Я, конечно, типа, расовый реализм, не хуйня. В итоге, блять, комментарии маргинала, типа, ооо, что такое, блять, раз не существует, разовый реализм, левачество, ооо. Он реально с ума сошел, походу. Но с другой стороны, окей, да, можно списать на то, что он просто не раз слышал, что было сказано. Не, не будем, не будем цепляться. Слушайте, донатиться, работать с этими тейками, эээ, не факт, не факт. У него тоже аудитория ротируется, причем не за счет... Да! Ротация аудитории, просто мое почтение. Потому что какие-то копрофаги, которые раньше смотрели... У меня теперь каждый второй вопрос в чате, это, значит, типа, а вот маргинал сказал это, а вот стасян, он сказал то. Да, ротация аудитории, просто, блять, мое почтение. Я теперь думаю, куда бы, блять, эту аудиторию все прогнать, нахуй. Для меня, когда я был ватником, блять, перешли к нему. То есть нет. Так, ничего не поменялось. Только теперь это ватник с приставкой выше. Высший ватник. То есть он просто саккумулировал, скорее всего, какую-то новую аудиторию ватных попрофагов. Там Сармат сидит убежден, что ты за национально-освободительную войну против тюрьмы народа. Ты тут сидишь, думаешь, что я же в этой войне поддерживаю ТРФ. Что-то вы додумываете? Да, я за ТРФ. Зэд. Гойда. Очень люблю Путина. Ничего не могу с собой поделать, ребят, извините. Да, а он как бы ни разу не зэдник. Это очевидно. Зэд. Люблю фильмы про Зора, понимаете? Мои любимые фильмы. Мой любимый супергерой вообще. Понимаете? Много вы знаете супергероев, которые были бы без суперспособности и всех побеждали. Вот Бэтмен, например. Зора. Фантом опять. Но Фантома никто из вас не знает, и вы зумеры. Вот. Поэтому я люблю просто фильмы про Зора Зэд. По его. Тейт-фейкам про Ладожский Кремль. Типа с точки зрения маргинала в Ладоге не существует Кремля Ладожского, что ли? Что, блядь? Я не знаю, устроите ему путешествие по гугл-картам хотя бы, чтобы он увидел Ладожский Кремль. Или там, не знаю, фотографии ему пришлите. Типа, он реально думает, что это, типа, прикол какой-то, да, что, значит, в Ладоге не было поселения с Кремлем, который, в принципе, до нас дошел даже, в общем-то, в определенном виде. Окей, ладно, хорошо. Ну, маргинал буквально произнес Ладожский Кремль так, как будто бы это какая-то хуйня, значит, на уровне фэнтезийного какого-то произведения. Может, хватит друг друга из правых выписывать? Только этим и занимаетесь друг друга леваками обзываете? Пиздец, забава. Не знаю, по-моему, реально забава, потому что, если бы этого заученного конфликта не было, мне бы столько видео не заказали. По-моему, это идеальная форма, ведения дискуссии, когда вы просто постоянно донатите и заказываете какие-то видео, и я их комментирую. Ну, типа, это привычная деятельность для меня. Спасибо большое. Но в итоге мы, как бы, какую информацию мы получили из этого видео? Во-первых, маргинал не знает, что такое пододеяльник. Второе, маргинал не расслышал то, что я сказал про расовый реализм, какую оценку расовому реализму я дал, комментируя, значит, видео и отвечая на донат. В итоге он сделал вывод, что моя позиция — это то, что рас не существует, и, блядь, расовый реализм — подобного я не говорил в ролике. Я, наоборот, сказал прям противоположное, что расовый реализм — не хуйня. Вот. Окей, ладно. Хорошо, допустим. А дальше, ну, выяснилось, что маргинал не знает о существовании Ладожского Кремля и Древней Ладоги. Можете ему, в принципе, лекцию Марка Солонина на эту тему заказать. Как бы у него лекция была про разные древние итерации русской государственности. Хотя, с другой стороны, маргинал скажет, что, типа, ну, Солонин, он не историк, он авиаинженер, блядь, он нихуя не понимает, никакой древней Ладоги не было, никакой Кремль там никто не построил, это все, блядь, потемкинские деревни из картона. И вообще, значит, этот самый Марк Солонин, он этнический либерал, значит, поэтому слушать его не надо. Сарбат верит в существование рас, просто не видит ничего плохого. Да, Сарбат верит в существование рас и верит, как бы, в существование Ладожского Кремля, понимаете? Ох уж этот глупый Сарбат, как бы выдумывает хуйни какой-то. В расовом смешении, в недавнем хайлайте, он тут вот... Насчет, насчет не видит ничего плохого в расовом смешении, тысячу раз говорил, что зависит от того, кого, с кем и в какой пропорции вы смешиваете и что вы на выходе хотите получить. То есть, почему мы должны биологические факторы, в частности, расовое смешение, оценивать с позиции какой-то моральной дихотомии? Типа, а это хорошо или плохо? Ну, блядь, а дождь для фермера, это хорошо или плохо? Ну, если засуха, наверное, хорошо, а если, блядь, наводнение, то же самое и здесь. Типа, сармат, он как бы не видит в расовом смешении ничего плохого или там ничего хорошего или еще что-то. Это бессмысленное оппозиционирование на уровне школьника, который пытается примитивную моральную, как бы бинарную оппозицию использовать к описанию, применительно к описанию биологических процессов. Там, я не знаю, трава выросла, это хорошо или плохо? Муха полетела, это хорошо или плохо? Произошел биологический процесс взросления и старения организма, это хорошо или плохо? Блядь, это бессмысленно, это глупость полная хуйня. Все зависит от того, вообще, как вы на это смотрят. Ну, то есть, кого, с кем, в какой пропорции вы мешаете и что вы на выходе хотите получить? Что значит хорошо-плохо, блядь? Что за детский сад? Тролит Марго из-за его происхождения. Имхает скорее расизм. Марго сам себя троллит из-за своего происхождения, потому что у него буквально в видео было про то, что, значит, как бы, субъект смешанного происхождения, как бы, да, имея, значит, смешивое происхождение, европейско-азиатское, он говорит о том, что расовое смешение это убийство, блядь. Он сам себя троллит, потому что он буквально сам себя называет местом преступления, таким образом. Это не я его троллю, он сам себя троллит. Это само троллинг. И когда он рассказывает, что он не знает, что пододеяльника, блядь, что такое пододеяльник, и когда он делает вид, что он, блядь, не знает о существовании Ладожского Кремля, и когда он не услышал мой тейк про расовый реализм, выдумал за меня позицию, что я думаю, что, блядь, раз не существует. Он сам себя троллит, это не я его троллю. Невозможно затроллить человека, который сам из головы выдумывает какую-то хуйню, и у себя же на стриме ее рассказывает. Это, блядь, само троллинг, он сам себя троллит. Они выступают против расового смещения. Ауто-троллинг происходит. Ну, как бы, там позиции-то нет, понимаешь, то есть, ну, чувак... Нет, позиция очень простая. Как бы, есть разные расовые группы. Вы можете их смешивать, можете их не смешивать. Но, как бы, что у вас на выходе получится, зависит от того, кого, с кем и в каком количестве вы смешиваете. Все. Вот вся, вся позиция. Считают, что расы есть, но просто с его точки зрения расы сохранять в их нынешнем виде не нужно. Это бессмысленная позиционера. Что значит не нужно? Ну, они в каком-то, в какой-то, в каком-то количестве, в какой-то пропорции они будут сохраняться, в каком-то количестве они не будут сохраняться. Потому что какая-то часть представителей этой расовой группы, они будут искать себе, там, партнеров для продолжения рода внутри своей расовой группы. Какая-то другая часть, значит, среди представителей других этнических и расовых групп. Естественно, на эти факторы можно, могут влиять, как бы, внешние какие-то условия. Например, какие-то миграционные процессы, которые происходят и которые могут быть экономически обусловлены. Либо политически обусловлены. То есть, начиная от вопросов экономической выгоды, что там популяция А переезжает на территорию Б, потому что она рассчитывает там улучшить свой уровень жизни. И заканчивая тем, что это могут быть какие-то искусственно инспирированные там переселения народов, например, и так далее. Потому что они, во-первых, ну, 5000 лет назад раз все были другими. Ну, допустим. Допустим. И 5000 лет спустя они будут другими тоже. Да, они в любом случае будут другими. То есть, даже если мы всремся и будем проводить политику, там, не знаю, какой-нибудь сегрегации, они все равно через 5000 лет все равно демографическая картина популяции, она поменяется. Неизбежно. Перемешаются и по-другому перекомбинируются. нет. Нет, все со всеми не могут перемешаться в одинаковой пропорции. Так не работает. Потому что в любом случае большинство представителей той или иной этнической группы они будут искать себе партнеров для продолжения рода внутри своей же группы. Поэтому то, что там все со всеми возьмут и перемешаются, ну, такое себе на самом деле, такой себе тейк. То есть, большой долей вероятности этого не произойдет, а даже если это произойдет, все равно они в равной пропорции не смогут все со всеми перемешаться, потому что у нас есть этнические группы и популяции, у которых там 5000 человек, а есть те у которых там не знаю 50 миллионов например или там 100 миллионов, миллиард. Поэтому если они все со всеми перемешаются, получается, что просто те группы, которые более многочисленные, они поглотят, значит, впитают, там, не знаю, ассимилируют в том числе даже на генетическом уровне какие-то меньшие по численности популяции. Поэтому они генетически получается все равно будут как бы доминировать. То есть у нас же нет такого, что у нас все народы, они вот все одинаковые по численности, и поэтому если их перемешать со всеми в одинаковой пропорции, то на выходе что-то среднее получится. Нет, это так не работает. Поэтому как бы падающего подтолкни, и поэтому надо всем смешиваться. Нет, это не моя позиция. Моя позиция не в том, что надо всем со всеми смешиваться, потому что это некий фатум, и через 5000 лет у нас человечество поменяется. Ну, во-первых, у нас в любом случае через 5000 лет человечество поменяется, если вообще оно сохранится в течение этих 5000 лет. То есть оно в любом случае человечество спустя 5000 лет, оно будет выглядеть не так, как оно сегодня будет выглядеть. Это во-первых. Во-вторых, моя позиция не состоит в том, что нужно всем со всеми смешиваться. Так что нет, опять маргинал какую-то хуйню выдумывает из головы. Я понимаю эту позицию. Да, охуенная позиция. Ты ее понимаешь, потому что ты ее выдумал, блядь. Просто проблема в том, что этой позицией буквально можно оправдать все, что угодно. Да, потому что ты ее выдумал, блядь. И его логическое отрицание тоже. Ну, да. То есть и смешение, и запрет на смешение. Ну, да. Совершенно верно. И убийство, и запрет на убийство. Что угодно можно оправдать тем, что, ну, блядь, сами понимаете, все и так изменится. Позицию Маргинал только что выдумал из головы, как бы. Это его не смущает совершенно. Потом тепловая смерть вселенной, блядь. Да, да, да. Вселенная опять перезапустится, нахуй. Да, через 5000 лет, как бы. Ну, какая ты сгураль. То есть в итоге, что мы узнали? Что Маргинал не знает, что такое пододеяльник. Он не знает о существовании Кремля в Старой Ладоге. Он не расслышал мой тейк про расовый реализм и решил, что я думаю, что расовый реализм отливачество, а дальше охуительная история про то, что всем со всеми можно смешиваться, потому что в любом случае вселенная погибнет в тепловой смерти. Поэтому какая разница. После стрима Маргинал пошел косплеить как бы Лимонова из книги «Это я, Эдичка», потому что типа ну а хули нет, все равно вселенная схлопнется. Все бессмысленно, блять. Блэк пил, короче. Это либо троллинг, либо Маргинал реально с ума сошел, как-то буквально. То есть это либо троллинг, либо какое-то очень серьезное повреждение рассудком. Я даже не знаю, если честно. То есть мне становится все сложнее рационализировать позицию Маргинала, потому что каждый раз это больше просто похоже на какие-то ролики из цикла «Коричневое ухо фараона». То есть это просто какой-то рандомный бред. Это все больше походит на речь психически, глубоко психически больного человека, у которого тяжелый диагноз и который просто рандомные какие-то слова произносит. Родился на улице Герцена, значит. По профессии агроном. В экономике необходим. Это ну просто ебаная шизофазия какая-то. Редактор субтитров